Солнце, воздух, вода и долгожданная путевка в лагерь. По утверждению родителей, уже в начале четвертой учебной четверти об этом мечтает каждый второй ребенок. В этом году в своей двери для детей откроют 9 оздоровительных комплексов города для 5000 самарских школьников. В течение лета они примут 48 смен, продолжительностью в 2 и 3 недели. Мы всегда рады принимать ребят именно в загородных лагерях, чтобы они могли попывать на свежем воздухе, отвлечься от городской инфраструктуры, почувствовать себя, так сказать, наедине с природой. Я думаю, будет интересно, увлекательно и познавательно. Чтобы детский отдых проходил безопасно, по требованию регионального Роспотребнадзора, территории лагеря обработают антисептиками. Для сотрудников закупят маски и перчатки, а также обяжут сделать ПЦР-тест на COVID-19. Кроме того, проверят противопожарную безопасность и исполнение всех предписаний надзорных органов. У детей и студентов, которые по тем или иным причинам на летних каникулах останутся дома, появится возможность временно трудоустроиться. Решением этого вопроса, помимо профильного департамента, займется Федерация профсоюзов Самарской области. Нам кажется, очень хороший способ профориентации, в первую очередь, молодежи, возможность их занять в летний каникулярный режим, и в том числе сделать определенную прививку работы, понять, что за достойную работу можно получать хорошую заработную плату. Трудоустроиться летом, а самое главное – выбрать занятия по душе. Школьникам и студентам помогают ежегодные открытые уроки, которые проводятся Министерством просвещения России и поддерживаются администрацией Самары. Только в прошлом году в них приняли участие почти 54 тысячи человек. Открытые уроки вели представители крупнейших компаний и вузов России. Они знакомили ребят с ключевыми отраслями экономического развития страны, проектами крупных российских компаний и различными, порой необычными и интересными профессиями. Ольга Павлова, Константин Головин. События.